Мы продолжаем с помощью Всевышнего переводы комментарий Иерусалимского Талмуда. Видимо, распространяют новость Микудаш, Микудаш, Меньше и Раббизмоно, Беншло не Раббизмоно. Значит, первое мнение, что нужно говорить Микудаш, неважно, Луну увидели вовремя или не увидели. То есть, если не увидели, тогда будет Рошходиш следующий день. У нас никогда не бывает месяц больше 30 дней. Правильно? Увидели Луну, значит, 30-й день становится Рошходиш. Если не увидели Луну, значит, 31-й день после предыдущего Рошходиша будет новый Рошходиш. Потому что никогда месяц не может быть больше 30 дней. Раз в предыдущий раз Луна была, так как средний период Луны, например, 29,5 дней, то уж во всяком случае, да, через 30 дней новая Луна появилась, так что сегодня видели. Поэтому, даже если Луна не видна, во всяком случае, второй день всегда Рошходиш, если первый не стал. Но вопрос, нужно ли говорить Микудаш. Так вот, первое мнение, что да, что любой из этих двух дней, когда Рошхходиш, тогда говорит Микудаш. Микадшима-то. А Рабелезбирабицидок умер имлонирабизмано эмикадшимато, шекварки чул шаманин. Рабелезбирабицидок говорит, что второй из двух дней не обязательно, не нужно говорить Микудаш, потому что и так понятно уже, как говорится, небеса этот месяц осветили. Что еще вы добавите к информации? Все равно более поздно не может быть Рошхходиш. Если не вчера, то сегодня. Тани Раджбилмер, да, Мгиморавтич говорит, что есть еще мнение. Викидаш-то мэтшина-то хамишим шана. Что, пасу говорит, 50-й год вы осветите, да, что специально есть процедура, что Бейдин освещает юбилейный год. Шаним ата микадшим вей микадшим хадашим. Говорится, вы будете освещать годы, но не месяцы. То есть, по его мнению, не нужно говорить Микудаш ни на 30-й день, ни на 31-й. Неважно, когда Рошхходиш, но Бейдин еще не говорит специально для этого. Просто принимают свидетелей, и после этого считают, что Рошххходиш начался. То есть, ну, не начался, начался с предыдущего вечера, претреактивно, да, задним числом. Но, по крайней мере, никакого специального утверждения микудаш не нужно, по мнению Рабишимана Барьюхая. Достаточно, да, что мы микадшим 50-й юбилейный год. Да, говорится, что то, что в Мишне говорится, что Рошххбейдин, глава Бейдина говорит микудаш, можно сказать, что не нужно давко говорить слово микудаш, может, имеется в виду микуям. Тани, Ликида Шаххходиш Матххили Минагадоль. Мы учили, что когда решают Бейдин, да, делает ли этот месяц, этот день новым месяцем, Рошххходишем спрашивают сначала самого главного мудреца в этом Бейдине. Должно быть Бар-Ада, говорит Равканевский, да, Равканевский, да, Бар-Ада, что так Нашу Мишну учит. Рошь Бейдина мемикудаш. Наш сначала предлагает глава Бейдина идею, что этот день сделан новым месяцем, да, он принимает силы, и потом уже остальные тоже с ним соглашаются. Тани, Ли Ивуршана, Матхили Минадсад. А вот когда решают, добавлять ли новый месяц в этом году, это, наоборот, спрашивают сначала самого маленького мудреца, то, что они называют, начинаем сбоку, то есть не с большого мудреца, который в центре находится, а с маленького мудреца, Минадсад. Почему? Это потому, что вообще у них большая часть вопросов, они начинали сбоку, как говорится, чтобы не спорить потом с большим мудрецом, да, что начинают сначала мнение маленьких мудрецов, потом уже как бы выносит свой приговор большой мудрец. Объясняют, что этот мудрец, он не знал, что есть разница между кидушаходыш и между добавлением месяца. Поэтому, когда он сказал, что у нас здесь начинают с большого человека, он имел в виду кидушаходыш и думал, что такой закон про добавление месяца в высокосный год. И мы ответили, что нет, что есть разница. Он не слышал этого, что есть разница между высокосным годом и решением нового месяца, что новый месяц решает сначала главный мудрец, может потому, что это более очевидно, да, если свидетели просвидетельствовали, то что еще решать. А в случае добавления месяца это гораздо более сложная процедура, да, решать в какой год добавить еще один месяц, это включалось очень много разной информации, и подсчет, когда начнется весна, и разные другие факторы, которые обсуждаются в геморрис-энхедрин, поэтому начинали с маленьких людей, а потом уже самый большой выносил свое мнение, главное. чтобы не приходилось спорить с большим мудрецом. Был случай, когда они решали добавлять новый месяц, и зашел рабе Йоханнан среди людей, которые решали. И он был самый маленький из всех. Кстати, для этого не требовался весь санхедрин, нужно было 70 или 71 мудрец. А гемора говорит, что 7 человек нужно было в результате, да, они там начинали даже меньше, но, по крайней мере, финальное решение, да, они делали с помощью 7 людей всего лишь. Значит, зашел рабе Йоханнан, но он был самый маленький из всех. Амруло, эмор, хариа шанами кудешит бейбура. Скажи, говорят ему, да, что этот год, значит, мы будем добавлять новый месяц. Амар, хариа шанами кудешит бейбура. Он сказал. Амр, рабе Йоханнан, раалышон шелимадну бен ханефах. А, это рабе Йоханнан теперь. До этого был рабе Йоханнан. Теперь рабе Йоханнан говорит, так меня научил сын кузнеца, наверное, да, это рабе Йоханнан. Но тут непонятно, на самом деле, в чем разница. Она говорит достаточно следующее, что если бы рабе Йоханнан сказал бейбура, то мы подумали, что нужно 11 дней только. А он сказал бейбура, чтобы подчеркнуть, что это не 11 дней, добавляется целый месяц, разумеется, да, что все наши годы, они целое число месяцев. Каждый год, либо 12 месяцев, либо 13. Не бывает годов, которые просто сдвигают на несколько дней, и все. Да, не бывает 2 трети месяца. Что если бы мы могли подумать, что просто сдвигаем на 11 дней и начинаем следующий год, в смысле, что солнечный год, например, на 11 дней, да, больше, чем луный. Так мы могли подумать, что просто сдвигаем на 11 дней и начинаем снова отсчитывать. Но это, конечно, невозможно, да, потому что каждый месяц он лунный, вместо времени, когда появляется луна, до времени, когда она исчезает снова, с нашего вида, с нашей возможности видеть, да, и поэтому месяцы всегда целы. Но вот как это учится и слово «ибура», потому что у нас одно и то же слово написано. У Равоканецкого гирса «ибур» без «хей» на конце. То есть, знаете, между словами «ибур» и «ебура». Вот. Я вижу здесь другой комментатор, но и можно, похоже, сказать насчет «хей» с «мапик». «Хей» – это буква в конце, которая иногда имеет «мапик». Это, ну, когда рисуются гласные, то заодно есть там разные точки всякие, «дагеши» и так далее. Вот есть то, что называется «мапик». По виду «мапик» он как «дагеш», то есть точка внутри буквы. Но вот когда в «хей» находится «мапик», это не «дагеш», это не совсем то же самое. «Дагеш» тоже, кстати, служит разным целям. Вообще точка в букве может означать много разных вещей. Больше десятка разных случаев, когда по грамматике точка ставится внутри буквы. Но вот «мапик» – это не то же самое. «Мапик» – это похоже на то, что в английском называют апостроф. А именно, когда говорят, чей-то в английском ставят апостроф, потом «с». И так же вот «мапик» – это ее, как бы, ее «ибур». Но во всяком случае, я, так сказать, в грамматике не великий специалист. И похоже, что-то здесь с гирсами было, по крайней мере. Потому что у нас написано «ибура» и «ибура» одинаково. Либо какие-то гласные были другие, либо какая-то еще разница была, либо как Равконьевский, что неправильная наша гирса, и «ибур» вместо «ибура» должно быть. Но во всяком случае, Раби Йонатман подчеркивает, что слов Раби Йоханана можно выучить, именно, что он подчеркивает, что добавляется месяц, а не всего лишь 11 дней. Что и так понятно, как я уже сказал, потому что невозможно добавить не целый месяц. Всегда целое число месяцев в году. Поэтому невозможно просто добавить 11 дней и начать отсчитывать дальше следующий год. Потому что как тогда следующий год? Все месяцы будут, что ли, начинаться не с новой Луны, а где-то посередине. Поэтому, значит, учатся, что «ибура» подчеркивает, что это то, что мудрецы добавили 30 дней, еще один месяц, и «ибруа». Сделали этот год беременным, можно сказать, добавочный месяц дали, высоко с ним сделали год. Похоже, здесь они обсуждают, в каком порядке люди заходят, и в каком они разговаривают. Так вот он хочет сказать, похоже, что когда приходят, чтобы сделать «ибуршана», то тогда они заходят по порядку, в котором они перечислены. То есть какой-то у них был заранее оговоренный список, семи человек, которые зайдут, чтобы делать это решение. Так вот, идем за этим списком, заходят в этом порядке. А вот когда заходят в Бет-Вад, видимо, в Бет-Медраж, или в Суд, там «холхима харарагиль». Идем за порядком более принятых, те, которые более часто там, наверное, появляются, или более принято, что именно они заходят первыми, у них право заходить первыми. Так объясняет здесь Корма и Айда. В общем, не очень ясно точный смысл всего этого. И в любом случае, говорится, все равно каждый будет на своем месте, видимо, в том порядке, в котором у них принято. Например, Рабиханина обычно начинает, видимо, когда Рабиханина обсуждали что-то, то Рабиханина первым обычно поднимал тему, они заканчивали. Раби-Баба-Звейда-Патах, Рабихиа-Раби-Йоси, Раби-Ами-Хотмим. Или, например, Раби-Аба-Семзвейды, он обычно начинал, а уже заканчивали Рабихиа и Раби-Йоса и Раби-Ими. Раби-Хагай-Патах, Раби-Йоны-Раби-Йоси-Хотмин. Или, например, у них было принято, что Раби-Хагай начинал, а Рабьёны и Рабьёны заканчивали. Кахана итмани кадмой мин Раби Яков бараха. Однажды Кахана, да какой-то Раби Кахана, наверное, Раб Кахана, был принят, видимо, в список перед Раби Яковом сыном Аха и перед... И ааль Раби Яков бараха кадмой минэй лейбура. И в результате Раби Яков бараха зашёл первым. Перед ним зашёл в группу, которая будет решать, когда добавлять Новый месяц. Амар Гахин Марадешмарта ломи каинла Сказ, что тот самый человек, который это сказал, он же сам и не выполняет. В смысле, они скажут, что должны заходить по очереди, в котором написан список, а в результате он зашёл не первым, да, хотя Раб Кахана был записан первым. Раби Хия бараба барба хава каим мацли. И однажды Раби Хия сына вымолился. Ааль Раб Кахана векамле мацли миахарой. Зашёл Раб Кахана, стал молиться за ним. Минды хасай, Раби Хия бараба, барба, да, когда закончил молиться первый, который впереди стоял. Минды целотей яси влейды лоли ми вор камойн. Потом пришлось ему стоять там, потому что не может отойти назад, потому что нельзя проходить перед молящимся. То есть второй мудрец, получается, загородил ему дорогу, и он теперь должен стоять ждать, пока второй помолится. А второй не торопясь молится Раб Кахана, да. Раб Кахана маарих би целотей, он долго молился. Минды хаса, когда наконец он закончил Раб Кахана, Амар Ло, говорит ему первый мудрец, который впереди был. У вас такой обычай, что ли, у вас в Бавилонии, да, Раб Кахана был в Бавилонии и потом в землю Израиля приехал какое-то время. Он говорит, у вас что так принято? Вы расстраиваете, да, мучаете больших раввинов своих, ваших раввинов. В смысле, ты встал за мной, он видимо был большего калибра раввинов, если в случае известный человек там был, да. А Раб Кахана встал за ним и стал молиться очень долго, и недавно ему, получается, отойти. Раб Кахана отвечает, почему он молится так долго. Говорит, я происхожу из дома Эли, Коэна Эли, который получил, его потомки получили проклятие, да, что они будут долго жить. Так говорится про них, что Сьюж не поклялся, что никакой жертвой они не смогут искупить свой грех никогда. Адолам. И они учат из этого мудрецы Бизева Хобиминха и Эльмитхаппер, это только с помощью жертвы они не могут искупить. А Вальмитхаппер Лобитфила, но с помощью молитвы можно искупить, поэтому он долго молится. Вицли Алой, и тогда, когда услышал это все объяснение Рабихия Бараба, он его простил, и наоборот еще и за него помолился за Раб Кахана, чтобы тот долго жил. Визаха, и он действительно заслужил, имейсав, стать старым, ады-яав-дун-тарфой-сум-кан-ки-гада-де-кака, что у него стали даже ногти красные да розовые, наверное, как у маленького ребенка. Не знаю, уж пожилых людей, что ли становятся такие ногти, или что точно произошло, но, во всяком случае, идея, что молитва Рабихия Бараба помогла, и Рабихия Бараба прожил очень долгую жизнь, и был как ребенок, у него были ногти в старости. Однажды, когда пришли добавлять новый месяц, Рабишин Бараба, они пустили перед другим стариком каким-то, какого-то старика пропустили первым. И потом в результате его пришлось этого старика убрать, то есть он не подошел, в любом случае недостаточно был знающий, и его из другого входа, кажется, его выгнали. Амар тогда сказал, что это будет за награда мне, как бы, что его пропустили передо мной неправильно, да, что они на таком уровне, так теперь его все равно выгнали, что зря он сунулся, да, впереди меня. Что даже три пастуха достаточно, чтобы решить, добавлять новый месяц, что нельзя на больших мудрецов. Да, даже пастухи, которые обычно были необразованными, тоже годятся, потому что они вполне разбираются в погоде и видят, что еще холодно, да, и поэтому нужно добавлять новый месяц. Ведь новый месяц в основном добавляли потому, что весна не еще не наступает. Поэтому приходилось добавить еще один адар, чтобы не сам оказался на месяц позже, когда уже точно весна. И рассказывается, да, как эти три пастуха, что именно они сказали, что убедило мудрецов добавить новый месяц. А именно, Хада Мину Намар, один из них сказал, Бакир Лакиш Беадар, Мин, что уже то, что ранние посевы были, зерно, которое посеяли, они должны уже начинать цвести в адар, да, то есть, если даже в адар еще не цветет, тогда это еще не адар, значит, нужно добавлять еще один месяц. Не взойдет тогда к Песоху, к весне. Вехур Наамар, другой говорит, Кадум Беадар Пух Лихаих Вепик Ликиблей. Что, говорит, даже когда сильный ветер идет в адар, восточный ветер холодный, все равно можно просто падуть на него своим горячим паром, и это и помогает, да, что уже не такой холод все-таки в адар, как зимой, и можно согреться от собственного пара, видимо, да, от собственного выдоха. Вехур Нааман Акад Третий сказал, Тор Беадар Беидрей Ямут Убиталь Тунта Машхей Ишлах. Что быку, хотя очень холодно утром в адар, он умирает от холода, но потом днем такая уже жара, что он в тени даже кожу, кожу у него слезает, пытается кожу, так сказать, сбросить от жары. То есть, а в адар должно быть достаточно тепло, днем, по крайней мере. Вот, во всяком случае, все три, получается, знали знаки, по которым определяется уже адар или еще не адар, то есть еще, может быть, только первый адар, если добавим еще один адар. И по их словам, да, поняли мудрецы, что в этом году нет ничего из этих трех. Или они сами сказали, Трое пастухов, что в этом году нет ни одного из этих трех знаков, да, значит, это еще холодно слишком, нужно добавлять еще один адар. Мы, значит, на них положились и сделали этот год высокоственным, добавили еще один месяц. Сказали, что Бейдин согласился с ними, в смысле, что они не думают, что они сами решили, и это их решение было как-то важно. Просто Бейдин услышал их слова и согласился, но на самом деле они сами не могут, да, пастухи решать, когда добавлять месяц, когда не добавлять. Это мудрецы решают, а не пастухи. Но пастухи могут какую-то информацию дать, да, о холоде на улице, что мудрецы будут это учитывать. Это, как знаете, часто говорят, нужно спросить у раввина. Но ведь есть вопросы, которые вроде не к раввину, должны быть, а к доктору или там к инженеру, да, разные есть вопросы по халахе. Например, поститься или не поститься какому-то человеку девятого, скажем, достаточно ли он болен. Когда должен решать доктор, и все равно доктор дает информацию, а раввина уже решает на базе того, как халаха постановляет, учитывая эту информацию. Так вот, идея, что как бы раввина решает, когда добавлять в новый месяц, а информация, которая требуется, чтобы понять, достаточно ли холодно в этом году, слишком ли поздно начнется весна, это уже могут дать эту информацию и пастухи, которые лучше в этих вещах разбираются. Это другой теперь вопрос, что вроде бы они все должны решать по одной и той же причине добавлять новый месяц, А здесь три разные вроде причины были. И отвечает Микивон, Да иллин, Моди, Ли, Иллин, но они все согласны друг с другом. Иллин, Моди, Ни, Иллин. Эти согласны с этим, эти согласны с этими. Кимоши, Кулан, Моди, Митам и Хат. Как будто они все согласились по одной причине. В смысле, что причина-то одна, что еще холодно. Просто знаки этого холода разные. Бык там, ветер, посев. Но это все одна и та же причина. Поздняя весна. Раби Шиман Вин Лакеш Микмакпид Аль Гада Мюта. А что Раби Шиман Вин Лакеш так беспокоится? Его заведут ли для того, чтобы он тоже решал добавлять на новый месяц? Да, или кого-то другого взяли перед ним? Какая разница? Хошеш Леги Даамар отвечает. Да, он беспокоится о том, что сказал Раби Лезер. Да, Амар Раби Лезер. Ви Гайта Яди Аэрэн Виим Ахозим Шаб. Что Всевышний говорит. И Хаскель цитирует Всевышнего. Что я буду наказывать этих пророков, да, видящих пустоту. Ви Акосмим Каза, да, которые предсказывают ложь. Бесо да мило ию. Они не будут в секрете моего народа. Зе сода ибур. Это имеется в виду как раз вот ибур. В смысле, что это как одно из проклятий не быть включенным среди людей, которые решают, когда добавляют новый месяц. Поэтому Реш Лакеш так будет обеспокоен, если его не возьмут, что возможность будет про него это проклятие. И они не будут записаны среди написанных домом Израиля. Это тоже, что они не будут включен в минуй, то есть не станет судьей, видимо. Это еще одно из проклятий. Наконец, что он не будет, не придет в землю Израиля, это, соответственно, кипшута, простой смысл, что человек, наказание его будет то, что он не вернется в землю Израиля. Рабелезер сам сказал насчет этого, насчет этих псуков. Когда я пришел сюда, в землю Израиля, из Бавилонии, Он сказал, вот одно уже Барухашем прошло, да, то есть я, одно из проклятий со мной не вспомнится уже, раз я в землю Израиля вернулся. Когда меня установили мудрецом, или судьей, Он сказал, вот у меня уже теперь есть два, да, два проклятия уже не сбудутся про меня. Когда лит Лейбура, когда меня взяли решать, добавлять новый месяц, Амарит, я сказал, хаталэ тэйгон габай, теперь у меня все три есть. Рабиба барзвейда бешэм рафтамад рабелезер бейрави цадок, Кивон шебейдин шэльмала роим шэйн бейдин шэльмата микатшимато хэн микатшимато. Не объясняю теперь мнение в нашей Мишне, рабелезер бейрави цадока, Что когда это тридцать первый же день, то не нужно говорить михудаш. Потому что, кажется, как бы суд наверху уже видит, Что евреи внизу не осветили в тридцатый день, значит они сами освещают тридцать первый. Тмутсурот Ливана Хаюла в Рабангамлеэль. У Рабангамлеэля были виды луны, да, как бы он форму луны сделал, Ему какой-то мастер, видимо, сделал несколько форм луны, Чтобы он мог проверять свидетелей, как они видели точно, как это все выглядело. Наглядно показывать им. Хаюла в Рабангамлеэль бейято, видимо, на втором этаже, где он находился, Битавла, да, какая-то таблица, Убикотль на стене. Шебахэ ма рэ этагэдиэтот. Он простым свидетелям, которые не могли объяснить, точно показывал. Вот так ты говорил, во-мир Казэ Раито, ты так вот видел, как вот эта форма. О Казэ Раито, или вот как эта форма. Видимо, часть были правильные, часть неправильные. Или, может быть, чтобы сравнить, опять же, показания разных свидетелей. Где-то однажды пришли двое, и говорят, мы видели Луну и утром на востоке, да, и на западе вечером. Это невозможно, как мы уже говорим, потому что долгое время Луна скрыта. Не может в один и тот же день, еще утром быть видна старая Луна, а вечером уже после захода видна новая. Какой-то Раби Йохан, не сам Раби Йохан, который Амора, это же Тана. Он сказал, что это наверняка ложные свидетели. Потому что невозможно то, что они видели. У Киши Баули явно, но когда пришли они в город Явно, где был главный суд Рабан Гамлиэля, Киблан Рабан Гамлиэля, Рабан Гамлиэль принял их. Виод, Баушнайм, Виамру, Раину, Бизмано, Увелайла, Белелаву, Ро, Лонира. Еще был случай, когда пришли два свидетеля, говорят, мы видели Луну. А потом на следующий день, когда уже Бейдзин принял их свидетельства, Рабан Гамлиэль их принял, а потом на следующий день вечером никто не видит Луну. Вики Блан, Рабан Гамлиэль. Не очень понятно, они уже знали, что на следующий вечер тоже не видна Луна, потому что когда Рабан Гамлиэль их точно принял? Ну, по крайней мере, объясняют, что он знал заранее по подсчетам своим, что Луна, в принципе, могла быть видна. А то, что сейчас она не видна, это не страшно. Если на следующий день она не видна, это не страшно, потому что мало ли, почему Луна может быть не видна. Облака, еще что-то. Но, в принципе, он знал, что по подсчетам у них были какие-то традиции, как считать. И он знал по своим подсчетам, что Луна могла быть видна, и поэтому он их принял. Здесь уже Рабидосов сын Аркиноса сказал, что это нанекал уже свидетелей. Как может быть, что они говорят, что уже родила женщина, а мы видим, что она еще до сих пор беременная? В смысле, если на следующий день не видна Луна, то тем более в предыдущей не было видна. Единственное, что я не понимаю всего этого, ведь в любом случае на следующий этот день точно будет видна Луна, даже если мы ее не видим, потому что, как я уже говорил, в месяц никогда не бывает больше, чем 29,5 дней с чем-то, с несколькими часами. Поэтому, если даже... Мы не видим Луну, но мы точно знаем, что если с предыдущего месяца прошло 30 полных дней, то на 31-й уже видна Луна. Поэтому совершенно непонятно, что именно Рабидос Верхокинс говорит насчет беременной женщины. Луна, она точно должна быть видна, просто мы ее не видели. В предыдущей ночи непонятно, видна была или не видна, но в этой ночи она точно видна. Может быть, он хотел сказать, что если такая тонкая Луна, и так сложно увидеть, что даже во вторую ночь мы не видели ее, то тем более, скорее всего, они в первую ночь не видели. Амарло Рабишу Рабишу ему сказал, Реани Двареха. Я согласен с тобой. Тут интересно, они разделили в нашем издании эту Мишну на две, а на самом деле продолжение этой истории в следующей Мишне, и потом еще в одной Мишне, да, тут три на самом деле Мишны. Они все связаны друг с другом, и не понимаю, почему разделили. Но давайте прочтем Геморру и продолжим Мишну дальше. Он говорит, что если Мойла, то есть время, когда Луна в том же направлении, где и Солнце, если Мойла, да, с Мойла не прошло шесть часов, да, то тогда мы точно не увидим Луну. То есть в смысле, что как можно увидеть Луну и утром, и вечером? Это значит, что Луна была ближе на шесть часов от Солнца утром, и потом ближе на шесть часов вечером, и тем не менее мы ее увидели. А это невозможно, потому что всегда занимает больше шести часов, пока Луна и Солнце разойдутся, чтобы можно было видеть. Битани Кен, Нира Яшан Бешахарит, Лони Рахадаш Бенарбам. И так мы учили, что если ты утром видел Луну, то тогда уже вечером ты ее не увидишь. Да, если утром видел старую Луну, то вечером не увидишь новую. И наоборот, Нира Дхадаш Бенарбам, если ты видишь новую Луну вечером, тогда Лони Ра Яшан Бешахарит, тогда невозможно было видеть старую Луну утром. Ама Рабихе Барба, Вилама Ли Кибла Рабангавлея. Почему же тогда Рабангавлея приняла этих свидетелей, что он не понимает, что это явная ложь? Согласно Террицу нашей Геморы в Иерусалимской, он имел традицию, что иногда Луна гораздо быстрее двигается, чем в другие времена. То есть то, что период Луны действительно не всегда одинаковый, это мы знаем точно совершенно. В этом вопроса нет. Действительно, период Луны не всегда ровно какое-то количество дней, часов и секунд. Холоким. Хотя не все решения с этим согласились, но сегодня этого вопроса нет, что Луна действительно вокруг Земли ходит примерно с разной скоростью и плюс-минус несколько часов может занять. Но то, что здесь говорится, что Луна может так быстро пройти, что утром она видна утром до рассвета, а потом вечером уже видна после захода, это на самом деле невозможно. Никакой глаз такое не увидит. Гораздо дольше занимает Луны разойтись Солнцем, чем 12 часов или даже 14 часов. Так что Луна идет быстрее, она быстрее всего на небольшой процент. С какой скоростью Луна обходит вокруг Земли? 29,5 дней плюс-минус несколько часов. Поэтому это не вопрос, что она может так быстро вдруг пролететь, что разойтись Солнцем, чтобы было видно глазом, утром в этот же день и в тот же день уже вечером после захода. Поэтому то, что здесь говорится в Луна-Известном томуде, если принимается это буквально, то это совершенно не соответствует действительности. Может быть, здесь какие-то интерпретации небуквальной этого места, но в любом случае простой смысл, что и так объясняют многие решением, что Рабан Гамлиэль по другой причине принял этих свидетелей. Он, опять же, по своему подсчету знал, что Луна могла быть видна вечером. А то, что утром ее невозможно видеть, так в этом действительно и свидетели ошиблись. Какая разница? Следующая Мишна, которая продолжает историю предыдущей. Когда Рабан Гамлиэль слышал, что Рабан Гамлиэль согласен и считает, что нужно месяц сделать на один день больше, а это было как раз перед Йом-Кипуром, это был Тишрей. То получается, по Рабан Гамлиэль, это раскол получается, что по Рабан Гамлиэль будет Йом-Кипур на день позже, чем по Рабан Гамлиэлю. Так он ему сказал, Я говорю, я тебя заставляю, чтобы ты пришел в свой Йом-Кипур, в Йом-Кипуре, в Шахале, и от Бихашбенеха, да, по твоему Йом-Кипуру, то есть день позже обычного Йом-Кипура нашего, ты должен прийти ко мне, сломав свой Йом-Кипур, показав публично, что ты не будешь следовать своей Аллахе в этом. Ты должен следовать тому, как мы приняли свидетелей. Поэтому в свой Йом-Кипур, в 11-го Тишрей, приходи к нам со своими деньгами и со своими вещами. Теперь Раби Ишу расстраивается, он, с одной стороны, не хочет спорить с Рабан Гамлиэлем, с другой стороны, он считает, что Рабан Гамлиэль ошибся. Пришел, он видит Раби Акиву, Раби Акива нашел его расстроенным. Но ему сказал Раби Акива, я, где все могут доказать, что даже Рабан Гамлиэль был неправ, все равно, раз он принял свидетелей, то новый месяц начался. В смысле, даже если вы ошибаетесь, даже если Бедзин ошибается, если он принял свидетелей, пусть в ошибке все равно, раз принял, то принял. Что говорит Тора, это будут праздники Всевышнего, которые вы будете называть, то есть как бы от вас зависит, вы будете их называть. Если ошиблись, даже и назвали, не вовремя, ничего страшного. Я только эти праздники принимаю, которые вы назовете. Теперь спрашивают, с кем именно он послал Рабан Гамлиэль, за Раби Ашуэ или за Рабидоса бен Акинас? Сначала Рабидоса бен Акинас не согласился, потом Раби Ашуа не согласился с Рабидосой и не согласился с Рабан Гамлиэлем. Так кому из них послал? Минмады Тани и Амара Раби Ашуа, но хаяли муталь аля мита, вело шалах Рабан Гамлиэль, хадавара азе. То есть того, что есть брата, который говорит, что Раби Ашуа сказал, я бы лучше, говорит, больным бы лежал в кровати, и не пришлось бы мне ломать свой Йом-Кипур. Что ему очень не хотелось идти в Йом-Кипур по своему подсчету, к Рабан Гамлиэлю, и ломать свой Йом-Кипур. Мы видим, что это был Раби Ашуа, герой нашей истории Раби Ашуа. Это из других мест видно, что Раби Ашуа был с тем, с кем поспорил Рабан Гамлиэль. Почему он, кстати, не послал Раби Ашуа? Может быть, Раби Ашуа это теоретически сказал, Раби Ашуа практически принял этот псаг и сказал, что будем соблюдать все праздники на день позже. В таком случае, Лихумра. Так Рабан Гамлиэль ему послал, придешь ко мне в Йом-Кипур со своими шмотками, вещами, на выход с вещами. Теперь говорится, а кого он послал, собственно говоря? Кого послал Рабан Гамлиэль сообщить Раби Ашуа? И говорится, что Раби Ашуа он и послал. И тогда Раби Ашуа, когда услышал аргумент Раби Ашуа, он сказал, ты меня утешил, Раби Ашуа, ты меня утешил. Что именно он ему, так как именно он ему доказал из этого стиха, что Рабан Гамлиэль то, что сделал, то сделал. Мы знали и так, что если даже вообще без свидетелей обошлись и решили какой-то день делать, первым днем месяца, то это срабатывает. Как у нас сегодня тоже при постоянном календаре у нас нету свидетелей. Но мы уже кидшу, так сказать, бейдин на будущее, пока Мышев не придет. А с другой стороны, отсюда, из этого стиха мы учим, что даже если обманули свидетелей мудрецов, и мудрецы по ошибке их приняли, а потом казалось, что эти свидетели нечестные, обманули, да, зомби мимо их поймали, на то, что они вообще не видели Луны, были в другом месте. Это попалось сюда, видимо, из предыдущей судьи, мы уже говорили, что, помните, Раби Аки восстановил каких-то людей, которые пришли, чтобы сообщить, что они видели Новый месяц. Почему он их остановил? Не предполагайте, что он их остановил, потому что он вообще считает, что ненужны свидетели. Просто их было слишком много. Возможно, здесь-то было поставлено, эти последние слова, как вопрос, что если Ради Акива обычно разрешил бы двум свидетелям пройти, значит, невозможно сделать кидш-оходыш без свидетелей вообще. А мы сказали, что все согласны, что кидш-оходыш можно сделать без свидетелей вообще. И на это, как говорит Равоковневский, они не стали даже отвечать, но понятно, что это все только Леотхила, что свидетели это Леотхила, Абидиевы, даже если нет свидетелей, можно Микадеша ходить. Последняя Мишна, продолжение от предыдущей. Балуэц и Рабидоса, Бенаркинас. Он теперь пришел опять к Рабидосу, Бенаркинасу, Рабиошу пришел. Амарло им баим ану лидон ахарбе диноши Рабан Гамлея. Да, он ему объясняет, что тоже, он согласен, что нельзя Лемайса менять Аллаху, даже если теоретически Рабан Гамлея ошибся, но практически мы должны ему следовать. И не из-за давка законов Рошходеша, а вообще, в принципе, все, что главный Бенаркин постановил, нужно следовать ему. На это он сказал ему, что если мы будем судить, да, проверять Рабан Гамлея, то как ты знаешь остальные части устной традиции, как на них можно полагаться, да, это же все устно передавалось, так кто знает, что в предыдущих поколениях запутали и неправильно передали. С рихима ану лидона ахаркор, Бенаркина, Бенаркина, тогда уже каждый суд, который передавал нам, да, каждое, так сказать, звено устной традиции, нужно проверять еще, правильно ли они поняли или неправильно они поняли. Убезди, что Амад Меймот Моше в Радах Шаб, да, с времени Моше до сегодняшнего дня. Что Немар Ваяль Моше, В Арон Адавав Авигу, вешивим язык на Исраэль, что, как говорится, поднялись Моше, Арон Адавав Авигу и 70 старейшин. Велама Лони Паршуш Мотам, почему не говорится, кто именно были эти 70 старейшин? Вшельский ним. Получается, учатся отсюда, по его мнению, что раз имена не упомянуты, чтобы мы знали, что не любая, а даже анонимная группа из трех мудрецов, она подобна Бедзином Само Моше. Наталь Макло тогда согласился с этим Рабью Шуа, да, Рабья Кива и Раби Доса его убедили, взял он свой посох, у Маатавы деньги биядовы, Аллах Ли Явне пошел в Явну, там, где находился Рабан Гамлиэль, Эцель Рабан Гамлиэль, бе Йом Шиха Ли Йом Кипу, Ли Йом Бехэш Буно, да, в свой Йом Кипур он пошел, значит, к Рабан Гамлиэлю, Амад Рабан Гамлиэль, в наш коре ушел, старого, поцеловал его в голову, Амад Раби Ветармиди, заходи, говорит, с миром, и мой учитель, и мой ученик, Раби Бехахма, ты, говорит, по мудрости, ты еще умнее меня, Рабан Гамлиэль скромно ему сказал, да, что ты, говорит, действительно большой мудрец, он, может быть, даже старше был, Рабан Гамлиэля, Ветармиди, Шекибалта, Алэха, Эдварай, но ты, говорит, мой ученик, потому что ты принял мои слова. Ктиев написан, Гемора, говорит, Хашем, Ашерасаэт, Моше, Ветарон, Моашер, Хэлла и так далее. Когда Шмуэль говорит о разных великих лидерах еврейского народа, он упоминает, в том числе, Всевышний, который сделал Мошея Арона, он же поднял нас из земли египетского, Ишлахет, Ерубаль, Ветбадан, Вет Ифтах, Ветшмуэль. И послал в результате следующих судей Ерубаль, Бадан, Ифтах и самого себя, Шмуэля. Ерубаль, это Гедон, да, мы знаем, что Ерубаль, сам Танах говорит, что это Гедон был. Бадан, они говорят, что это Шимшон. Есть мнения другие, но, во всяком случае, Хазар считает, что Бадан упомянутый здесь, что Шимшон, потому что он выходит из Дана. Евтах за Евтах, но Евтах понятно, это известно, кто Евтах, Агилади. Во всяком случае, были все три судьи не очень важные. И Бадан, и Евтах, и Ерубаль, они все были не особенно большими лидерами. Тем не менее, Хикиш, Лоша, Калеолам, Лиш, Лоша, Авереолам. Получается, что эта послуха напоминает Моше, Аарона, Шмуэля и трех неважных судей. Чтобы сравнить, да, лидеров поколения, которые не заслуживают, с лидеров поколения, которые заслуживают. Получается, что Бадан, и Евтаха, и остальных двоих такой же по уровню сравнивается, да, в своем поколении, как Шмуэль, или Моше, или Аарон в своем поколении. Еще вдобавок в порядке здесь описаны Шмуэль с одного конца, Моше, Аарон с другого, а посередине три слабеньких. Поэтому мы видим, что эти слабенькие, они, значит, на уровне тоже. Вообще, вся эта Агада, она, кстати, выросла в Тамуде в этом месте, она немножко странная, потому что Евтах вообще непонятно, какой там он будет вредин, он был Амаарец, как сами Хазарь говорят. Да, Евтах был лидером в сикулярном смысле, он был воякой, да, Шоферь в этом смысле, он не то, что судил законы еврейские, он просто вел, атаманом был, да, но были в его время с Гениным тоже, они сами упомянуты в его уже истории, а сам он, согласно простому смыслу, и Хазарь, кстати, так принимает эти стихи, даже зарезал свою собственную дочь, считая, что так можно принести жертву человеческую, да, то есть он был полностью необразованный человек, полный Амаарец, который делал все неправильно, так неужели его псаки котируются так же, как псаки Шмуэля, да, что можно сказать, что у него был на самом деле какой-то там бейдин, и они там решали какую-то халаху, если бы он у бейдина спросил, говорят, Хазарь, тогда бы он не стал ее резать, они бы ему объяснили, что его клятва не срабатывает, то, что он поклялся, что первое, что выйдет из моего дома, я принесу в жертву, в общем, как бы там ни было, эта гада очень странная, что, может быть, в чем-то они сравнимы, да, Шмуэль с Шимшоном, Баданом и Евтахом, в чем-то, но не в мудрости Торы, не в том, что их бейдин, якобы существовавший, который какие-то там халахические постановления, да, делал, совершенно неясно, что такое когда-либо существовало, скорее всего, Евтах, никакого бейдина у него не было, он просто был атаманом. Про слово Шофер, это не значит судья, в смысле суда именно, он может знать просто какого-то лидера, секулярного в том числе. Слово Шофер, оно очень общее в Торе, не только тот, кто судит мамаш халахические какие-то вопросы. В общем, как бы там ни было, почему-то вот наш Талмуд из этой Агады учит, что в каждом поколении судья, какие есть, такие есть, да, лидеры поколения, и на них нужно полагаться, поэтому Рабан Гамлеев, даже если ты считаешь, что Рабан Гамлеев ошибся, все равно должен ему следовать. Амад Рабан Гамлеев, на школе, Рошове, Амар, Боди, Шалом, Раби, Веталмиди, Раби Бехахма, и так далее. Это цитат из Мишны. Веталмиди, бирадхетам, говорит, что ты, говорит, мой ученик, в боязни греха. Раби Бехахма, мой учитель в мудрости, Веталмиди, шоколь маша, анигозер, Аллах, хуми каем, да, ты мой ученик, потому что ты исполнил то, что я тебе предказал. Они как-то дальше на этот пасуг, что если, говорит, большие люди терпят, так сказать, маленьких, да, в данном случае большой, это Раби Бехов, по сравнению с Рабан Гамлеелем, что он тем не менее терпел, да, и сделал, как Рабан Гамлеелем просил, тогда тогда не будет никаких разрушений и криков на наших улицах, да, это пасугит дальше в этом псалме. Рабан Шимон бен лакиш миссарес хадень края. Рашбай, да, Рабан Шимон бен лакиш, он этот пасуг делит на части и переменяет местами части стиха, а именно АЛУФЕЙНОМИ СУБАЛИМ ЭНКТИВКАН ЭЛИ АЛУФЕЙНОМИ СУБАЛИМ ВИШАША АКТАНИМ СУБЛИМ ЭТАКТАКДОЛИМ Рабан Шимон бен лакиш он получается наоборот учит, что когда маленькие люди терпят больших, да, следует тому, что говорят большие, тогда ничего плохого не случится. И шаши актаним, сублим и такдулим, эн перец венцевахавинц, венцевенцевахабирохватэну. Раби Шиломи декапарта мрата вешем Раби, а сайраехли младим, шемши я дам его. И спасуг такой стихилем, что Всевышний сделал Солнце для праздников, вернее, Луну для праздников, и Солнце, которое знает свое время ухода. А не дальше от этого псука, не очень понятно, в чем именно смысл этой драши, но говорится, что Мишемеш я дам его, когда Солнце знает свое время захода, то есть после захода Солнца, а сайраехли младим. Тогда видна, видимо, Луна, чтобы решить, какой день будет рашход, еще когда будут праздники. Наша гемора, кстати, из этого же псука учатся что-то другое, относящиеся к предыдущей суге, а именно, что Солнце, говорит, знает свое время, а не Луна. То есть Солнце, оно всегда одинаково, да, сутки всегда одинаковое время занимают, и, соответственно, весь период года, да, солнечного одинаковый, то есть каждый год все одно и то же повторяется. А вот Луна, у нее все по-разному, как мы говорили, она иногда быстрее, иногда медленнее, у нее нету четкого цикла одинакового. У него есть только средний цикл. Амараби Берехе, ктиев, написано, и так далее. Евреи вышли из места Рамсеса, да, в первый месяц. Тут тоже есть разное мнение, что именно он хочет сказать. Дословно, что когда зашло солнце в ночь на праздник, на 15-е, да, когда они вышли из Египта, то уже 14 раз она с начала месяца заходила. Получается, что с захода солнца ты уже начинаешь рассчитывать время Луны. То есть, может быть, хочется сказать, что праздник начинается с предыдущего вечера, да, праздник, например, 15-е Нисана, да, праздник Песаха. В общем, не очень ясно здесь и разные синтепритации, что именно Раби Берехе я добавил. Амра Ви Симон Ви Гаю Али Эдей Зе Ви Али Эдей Зе Что написано Ви Гаю и будут они, в смысле, и солнце, и луна будут для праздников. Получается, что и солнце, и луна влияют на то, когда будут праздники. Это понятно, потому что луна влияет на дни месяца, потому что месяц всегда лунный, а вот солнце влияет на то, сколько месяцев, в каком году, да, чтобы всегда сезоны были примерно в тот же период времени, как мы уже не раз рассказывали. Амра Ви Йоханан Это еще какие-то драши, есть подобные в нашей геморре Рошашана, что нужно ли целый день добавить и вечер, и утро, или что Рашбальда учат Гаходыш, Аджи, Якуло Хадаш, все будет новое. Может быть, иметь в виду с временем Мойлода, так похоже, Абканевский хочет здесь тоже гирсы изменить немножко и исправить, чтобы получилось похоже на нашу геморру, что все это обсуждение здесь насчет того, что нужно добавить всегда получается с Мойлода, с времени, когда новая луна появляется, но мы еще ее не видим, да, когда луна в том же направлении, что и солнце, но оно еще скрыто, что должна еще пройти ночь и день. Так наша гемора как Бавилонская говорит, да, что чтобы увидеть луну, должна пройти ночь и день. Вот там точно есть разные подсчеты, я уже говорил, что есть много разных шитот, известный, это шито Баля Миора, что он еще хочет включить сюда в еще одну не переменную, а именно, что смотрим ли мы со стороны Иерусалима или на 90 градусов от него, примерно на уровне Шанхая. Он такой же считал, что в Бавилоне того времени была такая огромная территория, что включала аж до Китая. В всяком случае, он часто пытается объяснить нашей слуги в Талмуде, в Иерусалимском, в Бавилонском, в связи с этим, что когда-нибудь говорят, Восток и Запад, что это вот имеется в виду земля Израиля и 90 градусов от земли Израиля. Хотя, возможно, его объяснение на самом деле анахронизмой, потому что не факт вообще, что Бавилонский Талмуд считал, что земля круглая, уж тем более, чтобы предположили, что 90 градусов от нее находится Бавель. Но как бы там ни было, в этих вещах, так сказать, решения не согласны друг с другом и немного непонятно очень в нашем Талмуде, тем более в Иерусалимском, который короче и еще непонятней. Что оба они, их псуки нужны друг другу, чтобы доказать то, что они доказывают. Равьохану нужен посук Решлакеша и наоборот. Что мы могли подумать, если бы только одно из его утверждений то достаточно только день, а ночь не нужна. А если бы нам пробовало только другое из этих утверждений, то даже если все полностью от нового месяца, это я все просто перевожу то, что написано. Но как это объяснить, это все связано с тем, что я уже сказал, что непонятны и предыдущие части, и, соответственно, и последние слова. Но понятно, что они хотят доказать что-то по отношению к тому, когда именно отсчитывается новый месяц. В общем, у нас часто новый месяц, на самом деле, считают даже, когда только появляется в основном случае до полудня, если в этот день появляется до полудня Мойлот, по нашему среднему по счету, мы уже считаем все периоды ВНИ средними только, как 29 дней, полдня, и еще там сколько-то часов, 2-3 часа, и какое-то количество Халаким, так вот, 73 что ли, так вот этот период наш средний, мы говорим, что если попадает он до полудня определенного дня, тогда мы когда люди реально видят Луну, то, скорее всего, часть наших новых месяцев были бы на день позже. Но сегодня все вот подсчитано таким образом, что если рождается, так сказать, Луна, если Мойлен, то есть среднее время, когда мы ожидаем, что Луна как раз проходит место, где Солнце примерно, если это время до полудня, то мы считаем этот день рожходышем. Кроме того, если рожходыш попадает на день, на который он не должен попадать, в нашу фиксированную календарь, в который мы еще стремимся, чтобы на определенные дни попадали определенные праздники, тогда мы сдвигаем. Например, Рошашара не может попасть, скажем, на среду. Поэтому если попадет, например, Рошходыш Тишрей на среду по этому подсчету, тогда мы его сдвигаем на четверг, например. И еще разные там есть такие вот подсчеты, из-за чего еще сдвигать. То есть бывает, что мы сдвигаем вперед, и тогда действительно новая Луна была бы видна. Но часто, когда мы не сдвигаем, то новая Луна реально не была бы видна, хотя уже Луна, так сказать, родилась, но видна она не была бы, скорее всего. Сразу после захода, даже если бы успели увидеть, еще когда день не закончился, и сразу же светит Новый Месяц, то все равно Луна вряд ли была бы видна. Но вот так вот мы делаем, у нас такой сегодня календарь. А по Балли-Меору, как я сказал, еще включается переменная того, видно ли Луна на Крайнем Востоке, на Дальнем Востоке, примерно на параллели Шанхая. Если в тот же день еще можно увидеть там Луну, на конце Запада, так сказать, когда уже Солнце прошло, весь Израиль, Америку, и с обратной стороны уже там появляется. Если там еще можно перед заходом увидеть Луну, то это все еще в тот же день, значит, теоретически Новая Луна была видна, и, соответственно, можно считать это первым днем месяца. И на этом заканчивается наш урок.